Стали известны сроки проведения капитального ремонта в школе номер один. Общеобразовательное учреждение закрывается ровно на месяц, с 3 октября. В рамках исполнения мероприятий государственной программы Московской области образования Подмосковья на капремонт школе выделено 20 миллионов 600 тысяч рублей. Такое решение было принято в июле Министерством образования Московской области после пересмотра финансовых возможностей областного бюджета. Планируется проведение торги состоялось уже по ремонту работ капитального ремонта кровли, капитальный ремонт фасада здания, ремонт внутренних помещений бассейна, ремонт пищеводка, замена межэтажных дверей и ремонт крыльца. Последний капитальный ремонт школы производился более 30 лет назад, и эти деньги оказались очень кстати. Одно неудобство – сроки. Невозможно в один день перечислить средства и тут же начать капремонт. Подготовка к нему процедура чуть ли не более длительная, чем сами работы. В июле было принято решение о выделении средств. Затем администрация города подготовила проектно-сметную документацию, которую направила на обязательно областную экспертизу. А это занимает не одну неделю. Лишь после этого можно объявлять тендеры. На проведение конкурсных работ дается месяц, но все формальности уже позади. Было принято решение о переводе обучающихся школы в другие школы, для того, чтобы можно было полностью подрядчикам зайти в данные образовательные учреждения и уже комплексно проводить капитальный ремонт. Но есть гарантия, что за эти полтора месяца ловится? Или на курсе оправочной? На данный момент мы рассматриваем срок 30 дней, то есть это месяц у нас по условиям контракта. Будем надеяться, что подрядные организации, которые выиграли тендеры, на проведение этих работ полностью выполнить свои условия и не подведут их. Срок, конечно, неудобный, но выделенные деньги надо освоить до конца года. Между тем, учебный процесс не пострадает. Разъяснительную работу с родителями в Велесавгуста проведено несколько родительских собраний, где обсуждались все оргвопросы. Первоклассники пойдут вместе со своими учителями учиться в школу номер 6, выпускники в школу номер 2, как и положено, в первую смену. Остальные классы примет во вторую смену школы номер 2. Все организовано так, что расписание как для хозяев, принимающих школ, так и для гостей не изменится. Продуманные меры безопасности детей от школы номер 1 по желанию родителей до места занятий и назад организовано колоннами будут водить педагоги.